Приветствую вас и давайте будем исходить из того, чего бы сами для себя хотели. Вот ваш мужчина определенно не самый надежный человек на свете, он вас уже неоднократно обманывал, он достаточно сильно показал себя и вы знаете, что он все равно ничего не изменит, потому что ситуация такая уже была. Тем не менее, вы ему нужны, потому что он понимает, что вряд ли какая-то другая женщина будет терпеть его поведение. И потому он за вами тянется. Определите для себя, чего вы хотите, что для вас важно, что для вас ценно и четко укажите своему мужчине на эти интересы. И скажите, либо все будет так, как я хочу, как я считаю нужным и правильным, потому что ты думаешь только о себе и занимаешься только собой, либо я ухожу. Может быть стоит дать ему последний шанс, может быть все таки стоит сказать еще раз, это решать вам. Но если он не воспользуется последним шансом или если вы считаете, что все шансы были даны, то просто начинайте его игнорировать. Раз вы нужны ему для своих целей, именно для своих, то он соответственно и будет вас преследовать, потому что вы ему нужны. Но вы не вынуждены ему конкретно и не делитесь, а нужно чтобы что-то было с ним рядом. То, что вы и описали, как раз таки. И только лишь упорством в своих интересах, без различия, вы покажете, что все действительно серьезно. Вы покажете, что дальше уже некуда, что так нельзя. И в конце концов никто не запрещает вам его не пускать. Другое дело, что вы прощаете, вы все равно раз за разом его прощаете. И стоит вопрос, а почему вы это делаете? Либо вы верите в то, что мужчина изменится, либо вы прощаете его, потому что сами опасаетесь остаться одной. Тогда уже нужно работать над вашей самооценкой. Нужно поднимать ее, нужно ставить перед собой цели, разбивать на задачи и достигать этих задач. Чтобы вы чувствовали, что вы можете, что вы достойны, что вы ничем не хуже многих людей. Тогда вы осознаете, что вы достойны лучшего, чем то, что у вас есть сейчас. И перестанете обращать какое-либо внимание на своего мужчину. Поскольку вопрос вы не задали, конкретного вопроса, то думаю, что на этом можно закончить. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше, буду благодарен. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...